А для начала подпишись на канал и поставь лайк. Статья о Дне Победы в России и параде на Красной площади стала популярна в знаменитом французском издании Lefty Go. Ссылку на оригинал я оставлю в конце публикации. В этом году из иностранных лидеров будет только президент Таджикистана. Ничего нового французская СМИ не пишет. Заявляется, что по Красной площади пройдут войска и техника для демонстрации силы. Так как статья вообще достаточно токсичная, то не забыли упомянуть, что пока солдаты ходят по Красной площади, ветераны живут в нищете, что к Путину никто не поехал под предлогом пандемии. И подобное. Кстати, День Победы в Европе 8 мая из-за разницы часовых поясов с СССР. Но самое интересное, что ни в одной ведущей европейской газете ничего об этом не написано, как будто у них и не было победы. Действительно, та война была войной всего Запада против СССР и это их поражение, которое они не хотят вспоминать. Посмотрим, какие комментарии оставляют французы под этой статьей. Джек Абланк. Наконец, Путин признает, что Россия и СССР – это одна и одна нация с одним и тем же патриотизмом и одной целью – российским превосходством. Жители Запада знают его амбиции, но им не хватает смелости сражаться с Путиным, как со Сталином, без сомнения, ослепленные тем фактом, что слово «коммунизм» было заменено деспотизмом и что оно менее страшно. Анонимы. Сегодня потомки нацистов из украинской дивизии СС маршируют по Киеву под благосклонным взором власти Зеленского с одобрением ЕС и США. Никакие здравомыслящие западные СМИ не освещают эту мерзость. Бартелами подчеркивание Антилас. Мы ожидаем такого же величия от России, чтобы спасти нас от миграционного фашизма. Вейлая Канай-84. А Франция празднует бомбардировку Сербии в 1999 году, как свою единственную победу. G-9-10. Между тем, сегодня почти ни одна газета не вспоминает на первых полосах о победе 8 мая 1945 года. Это знак того, что история Франции утеряна. Франсуалы Форестайр, позор Западу и Франции за то, что они не взяли протянутую руку нынешней России и подчинились американцам в их преувеличенной агрессивности по отношению к России. Байден ничего не улучшает. Это большой образованный народ и огромный рынок, тупо игнорируемый как равный. Джон подчеркивание Морстон. Давайте никогда не забудем жертву 25 миллионов россиян ради спасения мира от нацистского варварства. Я надеюсь, что наши политики в любом случае отправят вам послание благодарности. Большое спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал.